Здравствуйте, вы смотрите программу без протокола и сегодня у нас в гостях полизаключенный журналист Василий Муравийский. Приветствую. Здравствуйте, Дим. А что такое российская пропаганда и почему ее так боятся именно с твоей стороны? Почему нас всех пугают? Вот российская пропаганда, не смотри туда, там российская пропаганда и все смотрят. Ну как так получается? Боятся, но все смотрят. На самом деле российская пропаганда, ну во-первых, пропаганда не всегда это плохо. Есть пропаганда здорового образа жизни, к примеру. Это же плохо, нет. С другой стороны, обвинение в пропаганде или в рефункционном терроризме, это обвинение, которое не соответствует даже уголовному кодексу. То есть в самом деле пропагандисты это те прокуроры, которые стряпали нам это дело. Российская пропаганда преследует свои определенные цели, но почему-то все ее смотрят. И стараются, и ездят, и открывают ютуб, и интересуются. Так ладно смотрят, почему ее боятся? Почему ее боятся? Да я не скажу, что там иная точка зрения. Там своя определенная точка зрения, которая соответствует каким-то определенным политическим устроям. Но почему боятся? Потому что, наверное, с другой стороны, это аналогичная пропаганда. И когда сталкивается одна пропаганда и другая пропаганда, они не могут ужиться. То есть это как бы... Ну это получается два человека с разными точками зрения. Не совсем. Не совсем. Это не разные точки зрения. Это разные формы подачи материала, которые, ну, как черное и белое, как инь и янь. И когда они не могут соединиться. То есть, ну, я хочу сказать, что пропаганда есть и с другой стороны. И с той стороны, и с этой стороны. И они соединяются, конечно, они... Атомный взрыв получается. Может, потому и боятся, хотя смотрят. Еще раз говорю, все смотрят. Все прекрасно. Если наш уважаемый президент обращается лично к Владимиру Соловьеву, говоря там, в каких он ходит, так значит, он смотрит? Получается, смотрит передачу Владимира Соловьева? Так а вот почему? Вот почему смотрят, почему боятся? Вот почему все это одновременно происходит? Ну, знаешь, когда... Мы ведь на тыдим, да? Табюстов, конечно, да. Мы знакомы уже долго, и в особых условиях познакомились. Война... Вот есть одна интересная особенность такая, социально-психологическая и политическая. Война — это самый тесный способ общения, на самом-то деле. То есть, если вы говорите, что у вас война с Россией, так вы устанавливаете самые тесные, глубинные формы общения. Ну, пример. Война с французами, да, в 2012 году. Потом целый период в Российской империи обучения французскому языку, 25-й год восстания, французская культура. Война с Германией в 41-45 годах. Потом в школах изучается немецкий язык, принимается многие немецкая культура, немецкие технологии и так далее. То есть, если смотреть, да, ну, какой-то конфликт идет, но этот конфликт — это самая тесная форма общения. Через некоторое время мы увидим, как заправские пропагандисты, пропагандисты с нашей стороны, ну, я уверен, будут пропагандисты с той стороны. То есть, некоторые следователи и деятели СБУ вполне очень прилично могут вписаться в другую службу, не будем ее называть. Ну, вот, а вот все-таки, а почему СБУшники и все остальные боятся русской пропаганды? Ты вот почему, ну, ты боишься русской пропаганды? Или российской, как правильно? Нам не совсем, ну, в некоторых местах перестало быть интересно, потому что там заезженные темы идут, это первое. Во-вторых, боязнь — это значит слабость. Может быть, они в чем-то чувствуют слабость, когда открываются некоторые вещи. Ну, если ты, как бы, она тебя не цепляет, она тебя не цепляет, то зачем ее бояться? То есть, если мне все равно по боку на это все, то я и бояться этого всего не буду. А если я этим перенимаюсь и боюсь, что я этим заражусь, значит, у меня внутри есть какое-то сомнение. Может быть, вот, вот, потому что они сами сомневаются. То есть, потенциально смотрят втихаря российские каналы и верят российским телеканалам? Все смотрят, анализируют. В СБУ есть отдельные, ну, мы как специалисты по СБУ, да, отдельные прям этажи, в том числе в региональных отделениях, где приходят люди, там, за зарплату в 5-6-7 тысяч гривен, задачи которых — просто смотреть эти телепередачи. И десятки, сотни, если не тысячи людей на государственные службы занимаются тем, что смотрят российскую пропаганду. Понятно. Ну, вот, все-таки давай вернемся к тому, что вот тебе, как и мне, пришлось в местах не столь отдаленных провести определенное количество времени. Мне больше, тебе вот меньше, слава богу. И вот, ну, вот, ты был в СИЗО, вот, в украинском таком самом, натуральном и так далее, побывал в Киевском тоже СИЗО. И вот, вот, как тебе кажется, какие там люди? Вот у меня есть свои впечатления, вот, но мне интересно, вот, вот, ты как гость, вот, какие у тебя впечатления и какого качества там люди? Что тебе запомнилось? Какие у них есть положительные стороны? Какие отрицательные? Ну, знаешь, как мне моя супруга, глубоко уважаемая моя супруга говорила, что я думал, это ты ботаника, а оказывается, ты террорист. Вот, ну, вот я в форме ботаника, в форме в очках, в форме журналиста зашел в камеру, где сидели люди, и начинаешь их воспринимать, как будто там все преступники. А когда сталкиваешься, когда общаешься, когда смотришь дела, то оказывается, представляешь, Дима, есть люди, которые действительно в наших СИЗО, в наших тюрьмах, их не подавляющее большинство, конечно, сидят совершенно, ну, абсолютно ни за что. Есть люди, которые сидят за что-то, многие признаются, и я в СИЗО встречал людей очень противных, очень мерзких, очень злых, очень обиженных жизнью. А встречал просто жемчужинки, просто алмазы, люди с удивительной совестью, с удивительным переживанием жизни, с пониманием жизни. Самое удивительное, таких людей, которых, возможно, даже на воле не встретишь. Ну, в том числе и тебя. В том числе и тебя. Мы же там, по большому счету, познакомились. Да, а вот еще такой следующий вопрос. Как тебе кажется, пенитенциарная система, ее же задача, главное, перевоспитать человека. И вот у нас сложилось так, что получается, что в тюрьме, то есть когда человек уже получил срок за что-то, и который уже он не обжалует, он едет в тюрьму. И в тюрьме, получается, лучше условия, нежели в СИЗО. То есть там меньше ограничений и так далее. А вот как раз в СИЗО, там, где люди в основном проводят большую часть срока, большую часть времени, это же тоже часть пенитенциарной системы, которая якобы должна изменять человека в лучшую сторону, чтобы он не скатывался опять каким-то криминальным деянием. Вот с твоей точки зрения, вот насколько работает вот эта пенитенциарная система нормальная, адекватная и какой она в теории должна быть? Она не работает, потому как человек, который первый раз туда попадает, он наоборот учится. Учится системе отношений, учится языку, учится теми именно ценностям. То есть он проходит школу. Пенитенциарная система у нас не исправляет. Она делает, про человека бросает в школу, в том числе и преступную школу. И потому, конечно, есть хороший пример шведский, норвежский пример. Если я не ошибаюсь, норвежский... Для нас, наверное, сильно дорого. Ну, сильно дорого, но в норвежском уголовном кодексе записано. Лучше тысяча виновных на свободе, чем один невиновный в тюрьме. И самое удивительное, эта система работает, потому как в Норвегии, в Швеции, в скандинавских странах самая низкая преступность в мире. То есть лучше тысячу освободить виновных, чем одного посадить невиновного. Потому что если невиновного садится, идет шлейф несправедливости, который тянется за ним. Он идет в то место, где он сидит. Он идет и его родственникам, знакомым, всех-всех-всех. Когда, ну, понимаешь, когда мне подходили, в том числе и люди глубоко профессиональные в преступной сфере, в СИЗО, и говорили, а за что ты сидишь? Говорю, ну, там статьи, я журналист, я статьи писал. Какой у тебя статья терроризм, какой терроризм ты что? А что тебе может быть? Говорю, ну, от 12 лет. Они как, за что 12 лет? Тут людей, которые убивают, реально убивают, их там 5-4 года сидят. Какие за статью-то они могут быть? Что ты гонишь? Что ты, извините за сын, что ты врешь? Пришлось дела показывать, да? Пришлось дела показывать, пришлось убеждать. А потом говорят, ну, ты, конечно, это на круто, но это на круто. Говорили люди, которые не скрывали в том, что они находятся в этой системе. Ну, и вплоть до того, что они жили в этой системе, в силу особенностей, прям с малолетства некоторые. И они не могли понять, как это вот так соприкасается, что я вот знаю людей, которые занимаются разбоем тем-тем-тем-тем, и которые получают меньше, чем тебе грозит. За статьи. То есть за статьи. В Макте у меня написана интересная вещь, что я манипулировал общественным сознанием. Мы спрашиваем у прокурора, а есть такое преступление в уголовном кодексе? А он не может ответить. Ну, уже дело начато, ну, надо как-то его дальше вести. Его дело просто заявить о том, что оно есть. А дальше там Хайсуд разбирается. Да, то есть система, вот это когда репрессивная система, которая была установлена вот эти 4-5 лет, она работала, она работала, как закрывали сотни людей невиновных, заставляли признаваться. Знаешь, этот метод, когда закрывают, говорят, что вот такая статья 110-я, обвинение будет длиться там от 5 до 10. Тебя могут держать, пока ты в СИЗО, 10 лет. 10 лет могут держать, пока срок давности не закончится. Ты признайся, и ты выйдешь под условку. Когда человек-то там мог пожаловаться на власть, условно говоря, в Фейсбуке, там, раздражиться, написать. И он признание писал, более 700 приговоров таким методом выбито за 4-5 лет. И, конечно, люди разные в СИЗО. Причем с глубоко тяжелой судьбой. Например, я сидел с одним, ну, для меня он ребенок, парень был такой. Он буквально там сирота, ему, условно говоря, есть не было чего. И он залез в дом, залез в дом, и там нахватался колбасы, и еще чего-то нахватался. И уже убегал, и приехала полиция, и он на полицию там у кого-то полицейского ударил. Ему грозило 10 лет. Человек-сирота, 18 лет исполнилось, 18 лет и один месяц. Учился до 9 класса. То есть, по большому счету, этого человека нужно было там на какое-то перевоспитание. А ему дали, грозило 10 лет, но судья все-таки пожалела, она ему дала 5 лет. Так у меня кличка была, всем же дают кличку на вес. И мне дали интеллигент, интеллигент, ну, самый главный преступник. И он не мог, слово интеллигент для него было очень сложное. Вот. И он начал меня называть элегантом. То есть, как-то это выдавалось. Ну, вот, это для меня он пример того, как уничтожает, пример того, как судьба человека уничтожает с этой пеницициарной системой. Вот, он залез для того, чтобы утолить голод свой, да, и фактически там кража со зломом. Через 5 лет он выйдет исправленным человеком. Я думаю, что нет, ну, ты же прекрасно знаешь, там система, наоборот, не направляет человека на путь исправления, а озлобляет и направляет его в криминальный мир, так сказать, уже хорошо подготовленным, обученным, уже с понятиями и так далее. Прошедшим университетом редко кто, ну, редко кто, конечно. И, к сожалению, вот эта вот деятельность нашей службы безопасности Украины за последний пять лет была направлена не на умиротворение, а в том числе и на разжигание конфликта вот этого государственного, который у нас разразился. К сожалению, на своем примере я могу с теми людьми, которые я встречался, я могу подтвердить, что вот они занимаются неумиротворением. А вот еще такой вопрос, вот сейчас вот уже сменился президент, вот при Порошенко, конечно, очень жестко были вот репрессии, меня арестовали, тебя арестовали, многих еще журналистов арестовывали, многих людей там абсолютно тоже по надуманным обвинениям пытались посадить, некоторые смогли уехать, некоторые не смогли и так далее. Уголовные дела пооткрывали. Вот при Зеленском вроде как поставлено все на паузу. То есть дела не закончены, ничего там, ничего не происходит. Ну вот как ты считаешь, вот когда сменился президент, вот этот вектор поменялся или нет? Понимаешь, все надеялись, что вектор этот поменяется. То есть голосовали-то они так за Зеленского, как за желание справедливости, желание установления какого-то баланса. И слава богу, вот как я для себя сформулировал. Просто Зеленский, он где-то в какие-то моменты социальным антимдвижениям не противится. Не противится. И этого достаточно, оказывается, этого уже остается достаточно для того, чтобы эти социальные движения, социальные силы, социальные энергии выносили его в более какую-то мирную, благотворительную, благотворную русло. То есть достаточно просто не противиться этим социальным движениям. И иногда он не противится. Но вокруг Зеленского есть же целые группы влияния. И эти группы влияния, ну они, во-первых, разные, во-вторых, конфликтуют между собой, в-третьих, преследуют различные цели. Различные цели, иногда даже не государственные. И, конечно, во многом некоторые вещи, на некоторые вещи не влияют. Но его заслуга хотя бы в том, для меня, в том, что иногда он не противится благотворным социальным движениям общества, например, по обмену. Это же хорошее социальное потребность, социальное движение, социальный запрос. Ну, правовой статус это опустим? Ну, слава богу, хоть люди оттуда и оттуда освободили. Но уже Порошенко этим совершенно стопорил. Он специально это стопорил и не делал ничего в этом. А тут он хотя бы не мешает. И этого оказывается достаточно. То есть Владимир Александрович хотя бы не мешает, и уже многое может исправиться. А предыдущий президент только углублял. Только углублял. Вот и разница. Ну и, может быть, поэтому как-то все-таки рейтинг Зеленского сейчас достаточно высокий. Хотя, из собственного опыта, в том числе и журналистского, политологического, я могу точно сказать, что все президенты в первый год, к концу первого года получали 20% поддержки. Но у Зеленского пока 40%. То есть это пока феномен. Ну, может, именно поэтому. Ну, как долго это будет, неизвестно. Ну, а вот если посмотреть, как работает СБУ, то там ничего вроде как и не поменялось. Вот громких там каких-то задержаний, арестов нет. Но мы заходим даже на их YouTube-канал и видим, там задержали очередного администратора групп социальных сетей. Вот для нас мы знаем материалы дела и так далее. Мы понимаем, как эти дела фабрикуются. Но это просто чистейший фейк для того, чтобы просто показать, что они там Украину от Путина защищают. И получить себе дополнительные звездочки на погоны. Зачем это все происходит? И неужели это нельзя остановить просто элементарным каким-то решением Зеленского или того же Баканова? Потому что это же человек Зеленского. Нельзя же сказать, что это выходец вот этой вот одиозной, маргинальной, так называемой СБУ. Ну, во-первых, это система. То есть это система, сложившаяся уже на протяжении нескольких лет, а может быть даже десятилетия. То есть эту систему установить единовременно невозможно. С другой стороны, а хочет ли он ее останавливать? То есть, ну, может быть, некоторые вещи ему и нужны, и важны, и он заинтересован в этой системе. С другой стороны, имеет ли он влияние, точки влияния на эту систему? Еще с одной стороны, вот я всегда проводил... Глава СБУ это еще ничего не значит? Совершенно ничего не знает. Абсолютно ничего не значит. То есть это такой большой организм, если не сказать спрут, разросшийся, огромный. Например, МИ-6, всем известный развед, как спецслужба британская. По количеству служащих в МИ-6, она уступает СБУ в три раза. В три раза МИ-6. При этом всем понятно, что МИ-6 выполняет работы, может быть, в 30 раз больше. Спрашивается, зачем такое количество вот таких структур, которые дублируются, которые занимаются неизвестно чем. До того, что там есть люди, которые, условно говоря, сторожат один компьютер. Вот СБУ есть в региональных отделениях. Человек получает зарплату, надбавки, статус участника боевых, в том числе и боевых действий, военный, условно военный суд, который, условно говоря, сторожит один компьютер. Вот. И, то есть, вот эту систему, во-первых, ее нужно, конечно, кардинально реформировать. Кардинально реформировать. Но, возможно, руки не дошли. Возможно, не так сложно. Но лучше ее реформировать так же, как медицину. Да, и сократить так в 10 раз, так вот. Я уверен, если вот сократить, если не в 10 раз, а в треть, преступность не увеличится. Наполовину она уменьшится. Наполовину она уменьшится. Потому как, это не мои слова, слова министра внутренних дел Авакова, что он говорил предыдущему главе СБУ о том, что глава СБУ почему-то занимается поддержкой радикальных групп. Радикальный групп, то есть, правоохранительный орган курирует и поддерживает радикальные группы. Не правоохранительные структуры. Как это сочетается? Ну, сочетается как-то. То есть, опять-таки, перестаньте не то, что исправлять ситуацию, перестаньте ничего делать. Ничего не делайте. И уже лучше станет. Понятно. Слушай, вот еще такой вопрос. Вот, я помню, вот, как ты зашел ко мне в камеру. Маленькую, такую длинную. Когда вот я еще находился в тюрьме, и как раз тебя, получается, вот завели, вот первый день, я так понимаю, только тебя после ареста направили в СИЗО. И тебя направили вот ко мне в камеру. И вот, получается, на следующий день они уже поняли, что что-то не то. Как ошибка. И вот, расскажи, как это повлияло вообще, в принципе, на все твое уголовное дело? Повлияло. Конечно, повлияло, Дим. Я тебе очень благодарен. Потому как, ну, меня арестовывали, ты прекрасно это знаешь, меня арестовывали на третий день рождения моего сына. Прямо в роддоме. То есть, группа Альфа пришла в роддом и говорит, чуть ли не с оружием дошли кроватки новорожденного. Жена, супруга моя, она тяжелые роды перенесла. То есть, она не может вставать, она лежит. Я единственный тот, который у самого потрясения. То есть, у самого потрясения, это немаловажно. Маленький ребенок. Не, ну, я помню, ты заходил в камеру, ты прям шепотом разговаривал. Ну, конечно, конечно. То есть, потрясение эмоциональное. И они специально дождались. То есть, они дождались именно этого момента. И они пришли именно в роддом. Второй, Багунский роддом. И они пришли и говорят, и все. У супруги шок. У всех шок. То есть, ну, никто не мог подумать. А сделано, что все было так, что ты идешь, тебе сразу в КПЗ и сразу же арест. Никаких возможностей. Никаких возможностей. И свой адвокат, который, как оказалось, была бывшая супруга из БУ. Ты представляешь, адвокат. Вот мы, тебе государственный адвокат. А потом мы выясняем, что она супруга, правда, бывшая супруга, следователь из БУ. Который говорит, а наши вы таки рубили. Хороший адвокат, да? И ты теряешься полностью, у тебя выдывается все из ног. И ты, конечно же, так в эти первые часы, они очень пользуются. И многие так давали признательные даже приказания, даже на то, чего они не делали. Потом годами говорили, что под действием эмоциональным и так далее. Я благодарен судьбе, благодарен Господу, что вот тюремщики в СИЗО, они по-человечески поступили. Они по-человечески, они говорят, но не думают. Я понимаю их. Ну что мы будем там к разбойникам сидеть? Тут сидит интеллигент Василий Эсс, журналист. Давай его журналисток к журналисту посадим. Пусть они себе там общаются, найдут общий язык. Все будет тихо, мирно. Не будет драк, ничего не будет. И вот, слава богу, я зашел к Диме Васильцу, и Дима мне Василец говорит, что ты не спеши говорить, вообще не спеши ничего говорить, лучше помолчи. И я, а я же как впечатление от того, когда следователь, расследователь, мы тебе поможем, мы тебе все сделаем, может быть, условка будет, может быть, все будет нормально. Четыре статьи от 8 до 15 лет, мы тебе поможем, говорит. Мы тебе поможем, может быть, жена, вот скоро жену увидишь, а у тебя сын, ты хочешь его видеть, новорожденный? А у меня новорожденный первый ребенок и жена, которая не встает с постели, не может встать с постели из-за не уж тяжелой роды. И, конечно, ты начинаешь психологически, такой любой человек начинает как-то, это единственный следователь, это единственный человек, с которым как бы ниточка кажется тебе. И ты начинаешь с ним общаться, начинаешь говорить, начинаешь ему верить, а он этим пользуется. Слава Богу, что Дима Василец говорит, не спеши говорить, я на следующий допрос приехал, говорю, вы знаете, я воздержусь от дачи дальнейших показаний. Я не сказал, что мне Дима Василец это посоветовал, но потом как-то проговорился, что вот я в камере, вот у меня три, там Дима Василец и следователь. Кто? Василец? Как ты помнишь, на следующий вечер пришли, меня переселили в другую камеру, в этой камере, в следующей, по тюремному хате, к смотрящему этой камере пришел человек, интеллигентный, с галстучком, и сказал, не давай ему ни в коем случае не звонить, ничего делать. То есть давление уже началось с того же состояния. Ну, в СИЗО запрещено иметь связь, и все остальное, да, конечно, тут, как говорится, очевидно, что этого всего не было, и, ну вот, хорошо, все-таки, вот, как ты думаешь, вот, ты вот, соприкоснулся с вот этой репрессивной системой, СБУшной вот этой машиной и так далее, вот, как ты считаешь, вот, там есть вообще нормальные люди, вот, и, вот, я рекомендую всем, с учетом того, что, по сути, вот, знаешь, как вот в американских фильмах говорят, все, что вы скажете, будет использовано против вас, и, получается, когда ты попадаешь к СБУшникам, все, что тобою сказано, что бы ты ни говорил, они будут стараться использовать против тебя. Конечно, никаких договоренностей. И, вот, как ты считаешь, кроме 63-й статьи, что не давать никаких показаний, просто чтобы адвокаты занимались делом, вот, какие ты можешь еще от себя рекомендации добавить, может, такие же, может, еще какие-то свои? Понимаешь, Дима, есть же разные СБУ, то есть, они там разные структуры, например, те, те офицеры, которые занимаются борьбой с наркотрафиком, честные офицеры, их можно до глубины души уважать. Там, те офицеры, которые занимаются борьбой с контрабандой, их нужно до глубины души уважать, честные, честные офицеры. Но нами же занимались... А они существуют? Я верю в это. Я наивный человек, я в это верю. Но нами же занимался другое дело. Занимался политическая охранка, то есть, политическая жандармерия. А со времен Российской империи, со времен всех современной истории, ну, по-тюремному западло общаться с такими людьми, с политической жандармерией. То есть, человек, там, офицер, дворянин, журналист, интеллигент, когда сталкивается с политической жандармерией, он должен понимать, что люди, которые, эти люди, которые беспринципные, к сожалению, к сожалению. То есть, те, 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 те следователи СБУ, которые занимаются, в том числе и коррупционными какими-то делами, ну, наверное, есть там замечательные, умные ребята, которые вот борются. Но есть контрразведка, которая тоже умная. Вот у меня в деле интересная вещь. Вот политическая жандармерия, которая нам дело делала, это одно. Но эта политическая жандармерия написала запрос в контрразведку СБУ. Дайте, вот, Муравицкий, связан ли он там с ФСБ, спецслужбами, занимался ли там подрывной деятельностью. И контрразведка СБУ, начальник житомирской контрразведки СБУ пишет им петицию. То есть, понимаешь, они пишут, не замечен ни в связях, ни с ФСБ, ни с какими противоправными действиями, ни в какими подрывной деятельностью. И в деле лежит материал, который прямо оправдывает меня, который написали те же офицеры СБУ, но с другой конкурирующей как бы структурой. Но это их не интересует. Политическую жандармерию это не интересует. Ну вот у меня другой эпизод, конкретно как раз именно контрразведка была вот той структурой, которая направила мое дело именно в ту структуру. Поэтому вот, когда ты говоришь, что там есть нормальные люди, я честно не встречал. Потому что вот сколько там этих, в кавычках, людей перевидел, ну вот почему-то как-то не складывалось. Мне почему-то кажется, что общаться с ними просто не стоит. Тем более, особенно тогда, когда у тебя вдруг появляется бесплатный адвокат, который на процентах 90, я так понимаю, это их человек. Потому что они тоже старались изначально навязать адвоката именно вот бесплатного. И вот именно вот такого, который делал все, что только я вот подтвердил точку зрения следователя касательно вот того бреда, который там написан. Они просто, эти бесплатные адвокаты, которые сотрудничают с СБУ, они находятся в этой системе. И, конечно, они получают деньги за эти заказы и все остальное. Они не будут действовать против этой системы. Они работают в ней. Ну, это как плохой, хороший следователь. Ну и, конечно же... То есть адвокаты там в плане хороший следователь, да? Да, хороший следователь, да, это верно. Потом нужно, конечно, искать тех звездочек адвокатских, которые вопреки всему, вопреки системе борются. Они есть в Украине. И они отбивают людей. Их не так много. Не так много, но они как бы борются за справедливость. Ну, понимаешь, я еще хотел сформулировать отношения. У меня нет ни чувства злобы тем следователям, которые фабриковали дело. Ни чувства мести, ни обиды. Ничего у меня нет. У меня есть такое вот... У ДТТ было когда-то выражение в песне. Есть там что-то такое, к чему неприятно касаться рукою. Вот я вот так формулирую для себя. Ну, я же говорю, ни мести, ни злобы, ни обиды. Хорошо. Ну, дело-то еще не закончено. Ты подожди. У нас дела жукры. Конечно, не закончено. И обвинения не сняты. И суды идут, и будут продолжаться. И как закончатся эти суды, совершенно неизвестно. Потому как я... И ты сам убеждаешься на своем опыте. И на опыте десяток, десятков людей, сотен людей, что запросто можно получить срок вообще ни за что. И виновный человек в Украине может получить тюремный срок. А виновный может ходить с тремя уголовными делами, вплоть до того, нападением в прямом эфире на людей. Совершенно спокойно, без каких-либо ограничений. Вот я сейчас сижу с браслетом. Полтора года, почти полтора года, домашний арест, круглосуточный. Почти год СИЗО. И до сих пор уже и я сейчас на ночном аресте. Вот я сейчас должен в десяти быть обязательно дома. И вначале я пойду опять в тюрьму. Ну, там времени, я думаю, что там осталось впритык. А если разобраться, ты если по круглосуточному домашнему аресту, ты, по-моему, рекордсмен. Ты больше года или полтора, сколько там было точно. Почти год и четыре с половиной месяца. Да, то есть это вот последние полтора года ты сидел на домашнем аресте, круглосуточном. То есть ты имел право выходить только на суд. Да. Который там раз в месяц или раз в два месяца. Да, но у меня родился второй ребенок. Мы написали после рождения второго ребенка, через несколько месяцев, о том, что мне нужно гулять. И мне назначили, вот у меня был стадион возле дома, я с 9 до 11 гулял. То есть я захожу домой в 11.05, все, я в тюрьму. Ну, там обосновывали мы то, что ребенку нужно дышать. Ну, это элементарные вещи. То есть это не от меня зависит. А там он на работу. Как на тебя повлияло то, что ты столько времени посидел дома? Ну, вот... Ну, ты знаешь, и мне первое... Какие последствия всего там были? Последствия, конечно, есть. То есть первые моменты, даже после того, когда мне разрешили, вот эти полтора месяца тому назад, когда разрешили выходить в днем, гулять и, возможно, устроиться на работу, журналистку, я планирую продолжать журналистскую деятельность, я первые несколько недель боялся скопления людей. Просто было тяжело выходить скопления людей, я не мог, ну, психологически. Сейчас это тоже прошло. Например, у меня очень тяжело было ехать в маршрутке. То есть психологически, конечно, на человеке отражается это. Тесно, теснота, скопление людей, люди какие-то незнакомые, много их. То есть элементарные вещи, да, вот, то есть влияние. Ну, конечно, здоровье, ну, здоровье-то такое. Мы здоровье поправим. Понятно. А вот, если вот брать вот нашу ситуацию в Украине, ну, конечно же, у нас вот много таких вот процессов происходит, и у нас очень серьезное такое, знаешь, грантаедское лоббирование идет. И у нас очень много прямо вот, и премьер-министр у нас, это вот выходец из грантаедских кругов, и у нас, получается, много других персонажей тоже, которые вот проходили вот эту крантовскую школу, так называемую, когда из-за границы непонятные, неизвестные структуры, с неизвестными целями, вдруг оплачивают там те или иные там проекты и так далее. И получается, и эти люди, получается, живут уже, получается, за счет денег из-за границы, которые имеют, ну, такое, знаете, я бы это сказал, не совсем прозрачно, вот, источник этих денег не совсем прозрачен, и цели конкретных вот минифициаров, которые это все делают. Вот как ты считаешь, что с ними делать? Вот сейчас их, по сути, они везде, они сейчас вот в Укроборонпроме, они сейчас Укрзалезныц, они сейчас командуют министерствами. Ну, хорошо, ребята устроились, хорошо, что устроились. Ну, помимо того, что не назначают зарплаты себе, там, по 400, по 500 тысяч в месяц, гривен, ну, знаешь, такое легализированное воровство с бюджета, зачем, как бы, воровать, если можно просто легально все это дело оформлять себе в виде зарплаты. Вот как ты считаешь, вот что вообще делать вот с этой проблемой? Я это называю проблемой, потому что с учетом их действий, там нет ни одного действия, которое направлено на какие-то вот социальные направления, чтобы было улучшение конкретно гражданам Украины. Надо разделять, то есть есть разные гранты. Я сталкивался с грантами благотворительных международных организаций, которые развивают, развивают энергетику, помогают в том числе и заключенным, заключенным, например, Красный Крест, там, ОБСЕ, ООН, то есть... Ну, ОБСЕ, ООН, это понятно, а вот я говорю за как раз остальных. За этих людей, ну, возможно, тоже среди них есть хорошие люди. Возможно, они борются за какое-то развитие, вхождение Украины в мировое сообщество. Другой вопрос, на правах кого вхождение. Возможно, они хотят благо. Я уверен, что они хотят благо для страны. Ну, для себя это понятно, а вот для страны я сомневаюсь. И для страны, но вопрос опять-таки, в виде кого они хотят, чтобы мы были в этом мировом сообществе, и в виде кого они сами будут присутствовать, тут же надо разделять. То есть они хотят, по всей вероятности, присутствовать на первых ролях в мировом сообществе, как страны первого мира. А вот будет ли народ наш народом страны первого мира, это другой вопрос. Что с ними делать? Я вообще не знаю, что с Украиной делать. Ну, как такие процессы исторические начали происходить. То есть вряд ли их остановишь. И, возможно, те люди, которые так называемые грантоеды, возможно, это не самый худший вариант на данный момент. Есть гораздо хуже варианты. Опять Порошенко? Да, есть гораздо хуже варианты. То есть, а как там будет? Ну, трудно сказать. Пусть они еще чуть-чуть поработают. А вдруг они? Вдруг Игорь Смолянский уверен, что Укрпочта стала лучшей почтой в мире. Может быть. Давайте посмотрим, давайте оценим. Может быть, Укрбаронпром станет поставлять новичнее профессиональное вооружение, лазерные пушки. Это сейчас такое чувство юмора у тебя, да? Ну, это... Я надеюсь. Я все-таки наивный человек. Может быть, они начнут это делать. Ну, вот еще немножко осталось посмотреть. Возможно, мы выйдем на рост... Как там Гончарук обещал? 40% ВВП? Ну, в бюджете что-то забыл просто учитывать этот безграничный рост. Ну, бывает. Ну, такое случается с людьми. Возможно, мы выйдем на это. Осталось недолго посмотреть. То есть, просто нужно верить в чудо, и как бы, и... Тут чудес не бывает, Дим. Потому как есть интересный социологический, политологический анализ. Зеленский занял нишу центристскую и под себя подвел огромную социальную энергию, социальный запрос. И если этот социальный запрос и социальная энергия не будет оправдана, то центристская ниша будет провалена. А если будет провалена, начнется радикализация в одну и в другую сторону. И эта центристская ниша, она... То есть, еще будет глубже укрепляться раскол. И, ну, дай бог, чтобы вот эти люди, которые их называют грантоедами, они не провалили эту нишу. Хотя, по всей вероятности, все идет к этому. Потому как за Зеленским, постзеленский, постгрантоедская Украина, это будет что-то удивительно страшное, если они не добьются успеха. И потому я боюсь говорить, что вот они вот такие, что с ними делать. У них вся власть. У них вся власть. И дай бог, чтобы они с ней справились. Потому что, если они справятся, будет худо всем, им в том числе. Ну, они, возможно, смогут от этого уйти. Возможно, они... Все будет хорошо для них. А вот будет для народа. Для них, да. Я не сомневаюсь, потому что, если что, они раз, иммиграться, и все у них хорошо. А вот для народа, для вот... Ну, вот смотри, вот есть... Вот сейчас вот они пропихивают закон про землю. Ну, вот я считаю, что если даже они его и пропихнут, если проголосуют, если его Зеленский подпишет и так далее, и у нас там в течение пяти-десяти лет скупят агрохолдинги заграничные и всю землю. Ну, это объективно. Это будет прецедентом для войны с Западом. Потому что вряд ли граждане Украины устроят такое положение дел. А вот как ты считаешь, будет война в будущем за то, чтобы вернуть нашу землю? Ну, а зачем? Ну, смотри, вот они открыли, например, трудовой рынок для Германии. Открыли трудовой рынок, в том числе и для украинцев. То есть... То есть они сделают так, чтобы людей здесь было настолько мало, чтобы некому было... Они не собирались в большие кучки. А вот поэтому получается сейчас такая политика на сокращение населения. Медицинская реформа, в том числе? Ну, может быть. Ну, украинское население, к сожалению, это одно из самых... Украинские населения – это один из самых вымирающих вообще в мире. В том числе и министр Дубилет же прямо сказал, что с 2010 года 4 миллиона человек выехало. Полностью. Выехало. За 10 лет 4 миллиона рабочих, трудовых, живых, здоровых, образованных, в которых вложили огромные деньги, выехало. Хорошо, 20-й год, 30-й год, еще 4 миллиона. Вот сейчас у нас 35, по самым лучшим подсчетам, 30 миллионов. Ну, и так вот, ну а дальше что? Ну, что будет дальше? То есть вопрос вообще стоит о выживании украинского народа. И потребность в рабочих руках в Европе, она значительная. Потому что украинцы – хорошие труженики. Они хорошие труженики. Польша до 2% ВВП за эти 10 лет приобрела роста, но только на украинских тружениках. Германия тоже не против, Чехия расширяет эти варианты. Вот они уедут и будут там на второстепенных работах работать. Это же естественный экономический процесс. Так Советский Союз индустриализировался. То есть было разделение город-село, а теперь разделение немножко другое. Город Германия, село Украина. И вот из села забирали трудовой крепкий народ в город. Получилось, строили заводы, экономику, космос, фармацевтику, оружие. И так Советский Союз стал глобальным государством. Китай по тому же пути сейчас идет. Они из своего, у них ресурс есть в своем собственном стиле. Вьетнам также идет. А у Германии такого дополнительного ресурса нет. У Польши такого дополнительного ресурса нет. Внутри. И потому они этот дополнительный ресурс берут из Украины. Почему нет? То есть для них это выгодно. Они получают на этом прибыль. Я их понимаю. Землю, конечно. Арабы будут владеть. Немцы будут, американцы будут владеть. Ну а вдруг они тут построят сверхагродержаву. Но есть один. Сейчас как бы давно уже и у них в аренде эта земля. Просто если у них будет право частной собственности, то скорее всего, если придет какой-то адекватный президент у нас в будущем к власти и захочет все-таки эту ситуацию развернуть, чтобы все-таки народ Украины был по конституции, как написано, собственником земли и недр этой земли, то, конечно же, тогда будет вопрос, а если там бороться с вот этим правом частной собственности, которые в международном формате работают, то, конечно же, сначала к Украине применят санкции. Конечно. И потом может это закончиться интервенцией. Например, как это было в Ливии или в Югославии. Ну, кто знает. Не до бог, конечно. Есть один простой исторический и социально-экономический принцип. Голод бывает только в агродержаве. Если она даже сверх агродержава, это не значит, что у нее не может быть голода. А в промышленных державах голода не бывает. Вот этот принцип, который работает всегда и везде. Как получается такой парадокс? Потому что элементарно, то есть, как в Российской империи, это же была тоже крупная агродержава. Почему Лев Толстой писал о голодовках и бил в набат, бил в колоках? Потому что зерно вывозили. То есть, были голландцы, были немцы, были британцы, которые вкладывались в это производство зерна, а потом просто его вывозили. И на местное население это не хватало. То есть, это же был тот же вопрос земель. 1905 год, революция. Тот же земельный вопрос, нерешенный земельный вопрос. Революция к революции привела. 1917 год, к крестьянам землю. То есть, нерешенный земельный вопрос. То есть, это колесо истории, которое, к сожалению, очень опасное. Но это колесо истории, оно длится десятилетними циклами, а президентский срок длится 5 лет. Просто получается интересная аналогия, что раньше было в 1917 году, у революции большевиков, лозунг «Землю крестьянам, фабрики рабочим». То у нас через лет 10, с учетом того, если все-таки пропихнут этот законопроект, не дай бог, конечно, то у нас этот лозунг станет актуальным. И получается, можно будет просто поменять бренд и идти под таким лозунгом «Верховную Раду». Или не только «Верховную Раду». Ну, тогда уже «Верховная Рада», если бы те люди, которые этот лозунг тогда оформляли, им «Верховная Рада» та не интересовала. Понятно. Я просто спроецировал это дело на Украину. Я не знаю, посмотрим. Но дело в том, что земля, конечно, это не просто ресурс. Это еще какой-то метафизический ресурс. Это связь украинца с землей, это просто… Особенно для нас, для славян. Глубочайший. Ну, элементарно. Простое село. Все знают, что там, к примеру, пьесут коров. В Житомирской области много таких сел. То есть у меня есть корова, я молоко с нее получаю, получаю, мои внуки молоко пьют. Вот я солянын. Но я сейчас не могу пасти эту корову или две. Я ее отдаю в череду. И череда идет, кто-то по очереди пасет, там, 10-20 коров. И эти коровы пасутся на какой-то земле, которая не является частной собственностью. Там должна быть трава, земля. А потом их вечером отдают. Вот будет ли такая земля в этих украинских селах, когда вся эта земля будет в частных руках? То есть будет ли возможность простую коровку выпасать вот простому соляныну? Ну, в Квейцаре, например, есть. Там пасут. А вот с учетом того, что, опять же, это либо право частной собственности, либо аренда. Если, например, аренда, я бы еще как-то понимаю. Ну, вот как ты считаешь, почему именно идут по пути продажи именно в частную собственность, а не в долгосрочную аренду? Ну, потому что это большой ресурс. И важный момент. Они хотят сделать... Во-первых, закон будет подписан. Обязательно будет подписан. То есть не потому, что я хочу или не хочу этого, или ты хочешь или не хочешь, а потому, что об этом заявили, и все делается для этого. И нет каких-то стопов для этого. Во-вторых... Ну, кроме народного бунта, конечно. Ну, его тоже не будет. Ну, надо объективно смотреть. В данный момент не будет. Как знать. Ну, а потом это... Как знать? Потому что это ресурс, и хотят на этом ресурсе сделать огромную спекуляцию. То есть вопрос же тут не в том, чтобы взять землю и начать на нем что-то выращивать. Вопрос в том, чтобы взять землю, а потом ее продать. То есть дешево взять и быстренько продать. И на этом можно заработать десятки миллиардов долларов гораздо быстрее, чем это будешь трудиться на этой земле. Вот в чем суть главная. То есть тут большая, огромная спекуляция, махинация затевается. Ну, посмотрим, получится, не получится. Я, к сожалению, на это повлиять никаким образом не могу. Ну что ж, наша программа заканчивается. Время, к сожалению, ограничено. И у нас в гостях сегодня был Василий Муравьевский. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ее ведущий, Дмитрий Василец. До скорого.